Друзья, добрый день! У нас тут родился небольшой новый формат, называется коротко о железках. Я не очень хочу делать огромные длинные обзоры с кучей детальной информации, чтобы все было очень серьезно, но, тем не менее, хочу делиться своим мнением о каких-то продуктах. Думаю, вам тоже будет это полезно и понравится. Сегодня к нам приехали на обзор мониторы, которые называются Super Cubes Pro от российской компании D-Max Audio. Насколько я знаю, производитель находится в Екатеринбурге, что не мешает ему делать и продавать прекрасные мониторы по всей стране. Честно говоря, когда они ехали сюда ко мне, я очень волновался, потому что мне хочется, с одной стороны, поддержать производителя, потому что ребята ведут очень приятную интеллигентную политику, не лезут на рожом и вообще хорошие, хорошие. Но я боялся, а вдруг приедут мониторы, я их включу, и они окажутся ужасными. И я же не смогу сказать, ну типа классные мониторы. Нет, я скажу, что они плохие, либо тогда не буду снимать, в этом моя проблема. Но мы устроили классную сессию прослушивания с моими коллегами, с моим ассистентом Сережей, с Димой Силипановым. Внимательно послушали на разной музыке и на всякой современной любимой музыке и на маляре. Много чего интересного для себя открыли. Так вот, об этом чуть позже. Колонки представляют из себя маленькие кубики с одним динамиком, от которых особо ничего не ждешь. Те из нас, кто слышал ауратоны, знают, что обычно в них есть одна середина, низа нет, верха нет. И типа это прикольно для балансирования. Я ждал чего-то такого. Оказалось все совершенно не так. Мониторы звучат очень детально, быстро, широко по спектру. Конечно, в них нет самого низкого низкого низа и ультравысокого верха, но, в принципе, практически весь спектр представлен и представлен очень хорошо. Я не очень люблю хай-файную фразу про фантомный центр, ширину сцены и прочее. Тем не менее, у них рисуется очень четкий фантомный центр. Я так понимаю, это связано с тем, что производитель мониторов внимательно следит за фазовыми характеристиками мониторов. И в них встроены DSP, которые корректируют что-то там с дельта-импульсом динамика. Я не буду вдаваться в технические подробности, потому что сам до конца не в курсе. Тем не менее, эти колонки стоимостью около 40 тысяч рублей, что, в общем-то, очень дешево. Вполне можно рассматривать как либо хороший первый мониторинг, ну, в смысле, я покупаю себе первые мониторы. Какие взять? Отличная идея, можно взять эти. Либо как прекрасное дополнение к любым другим вашим любимым full-range мониторам. То есть не стоит думать, что это кубики, в которых ничего кроме середины нет. Это полноценные мониторы, которые звучат быстро, детально и на удивление хорошо отрисовывают звук по всему спектру. Им немножко, немножко не хватает запаса по динамике, но я так понимаю, что это связано с тем, что у нас на тесте первая версия, а сейчас та ревизия, которая уже продается, в ней эта проблема решена, и мониторы имеют больше динамический, ну, как бы, запас. Важно обратить внимание, что они довольно узконаправленные, то есть если вы встанете и послушаете с краю комнаты, конечно, такого широкого спектра не будет у колонок, что вполне нормально, учитывая, что в них один динамик и нет отдельного твиттера. Но, видимо, за счет того, что твиттера нет, все остальное звучит очень быстро, информативно и детально. Мне кажется, что на таких мониторах отлично проверять любые вещи с пространством, с динамической обработкой, вообще с динамикой, с искажениями, потому что они быстрые и корректно отрабатывают импульс, корректно отрабатывают фронт волны, что очень важно для меня. Дизайн корпуса закрытый, там нет фазоинвертора, никаких портов, динамик и красивая деревянная коробочка, которая еще вдобавок ко всему приятно смотрится. Еще два момента по поводу этого видео. Если вы хотите более развернутого, широкого анализа, можете зайти на канал Candy Vaxo и посмотреть, там у него есть большой обзор, я в такие дебри не лезу. Второй момент. В одном из комментариев к видео про Head Audio меня попросили, ну а что ты, сними типа звук мониторов микрофоном. Друзья, к сожалению, чтобы понять звук мониторов, невозможно просто послушать записанный микрофоном их звук, потому что звучание стерео мониторов складывается из ряда факторов, которые невозможно передать даже хорошим микрофонам. Для этого нужно послушать колонки самому. Тем не менее, я надеюсь, что мое мнение для вас окажется полезным. На этом все, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я думаю, что мы сможем подтянуть производителя этих мониторов и пообщаться плодотворно. Всем спасибо, пока!